Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы увидеть продолжение своей любимой истории Ведь такие сериалы становятся неким виртуальным миром Куда они могут сбежать, где они могут расслабиться, отдохнуть и испытать целый спектр эмоций Пока что нет официальной информации о том, когда будет премьера новых серий Дата премьеры продолжения сериала может быть анонсирована только после объявления о начале съемок Именно по этой причине также неизвестно, какие актеры будут участвовать в следующем сезоне Скорее всего ждать придется долго, но оно того стоит Аудитория сериалов всегда рада продолжению своих любимых проектов Кто знает, может быть прямо сейчас продолжение сериала уже в процессе разработки Но для точной уверенности нужно дождаться официальных новостей Узнать об этом первыми вы сможете на нашем канале После такого отличного сериала, выбор нового для просмотра – это трудная задача Наша подборка может помочь в этом выборе Мы отобрали только лучшие сериалы Вам остается только определиться и наслаждаться Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом И теперь тем из них, кто не умер на месте, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода Он единственный в мире имеет антидот Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие В первой серии нескольких молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, судьба сводит в баре «Фантом» Дэн – безработный музыкант, нуждающийся в деньгах Марина – амбициозная журналистка, чья новая статья грозит ей увольнением и судебным разбирательством Саша пытается помочь единственному брату, угодившему в тюрьму Славе необходимо скрыться после неудачного взлома базы данных Хмурый, бывший сотрудник спецслужб, решает немного подзаработать А Грек оказывается не в том месте и не в то время Как только клуб заполняется посетителями, происходит нечто странное В борьбе за свои жизни они должны будут получить ответы на главные вопросы Кто организовал смертельный квест, и почему для его прохождения были отобраны именно они Пройти, чтобы выжить, является слоганом сериала А премьера состоялась 26 октября 2015 года Съемки сериала стартовали 24 апреля 2014 года в Риге Режиссера Андрея Загидулина создатели пригласили на проект, увидев в интернете его короткометражный фильм «Наблюдатель» Ему устроили череду проверок, он делал наброски кадров сериала, снимал тизер, доказывал, что умеет работать с группой, а также прошел процесс согласования своей кандидатуры с телеканалом СТС И только после этого с ним был подписан договор Специально для сериала несколько художников вручную сделали часть артефактов Медную шкатулку с секретом, металлический шар, шифровальную машинку, шприц В процессе съемок было задействовано более 150 локаций в столице Латвии и ее окрестностях Длинные волосы у героя Павла Прилучного были выбраны для того, чтобы подчеркнуть творческую профессию его героя Дэна Согласно сюжету, он музыкант и диджей Латышских актеров в сериале озвучил известный переводчик эпохи видеокассет Андрей Гаврилов Сам сериал был впервые анонсирован в 2013 году Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство Но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга Также он работает так называемым литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Вении Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги В первой серии, от такой работы, наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней Работа над сериалом шла 4 года 3 года велась работа над сценариями и поиском главного героя Еще один год продолжались съемки и монтаж Изначально сериал назывался «Бисер» В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди» В целом сериал получил положительные отзывы «Бедные люди» — единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша» Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте Да, мне было сложно Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз Ведь я именно играла Ольгу Бузову В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были утрированы Я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области Всего их пятеро Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха И Соня, девушка из строгого православного рода Переживающая из-за смерти сестры По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий Идея создания пришла к автору бестселлера «Метро-2033» Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет Пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм» Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD Чтобы обрушить акции телеканала, Совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора неловкого работника автозаправки И доверить ему съемки сериала В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиа-бизнесе Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех В первом эпизоде создатели телеканала Олег Терехин, Андрей Симонов и Семен Вельман решают снизить рейтинги канала для того, чтобы выкупить долю инвесторов Именно для этого они договариваются пригласить нового генерального директора, который будет создавать отвратительные шоу и сериалы В итоге Симонов находит подходящего на эту должность человека из народа, когда приезжает на автозаправку Автор сериала Илья Куликов известен по таким проектам, как «Полицейские срублевки», «Проклятие спящих» В сериале с оригинальным названием Илья Куликов выступил не только в качестве режиссера, но и как сценарист и продюсер проекта Сам сериал создатели называют злой комедией Главную роль в многосерийном телефильме сыграл Сергей Бурунов Практически со всеми актерами, приглашенными в проект, его создатель Илья Куликов работал ранее Для исполнения небольшой роли также появился телеведущий Дмитрий Шепелев О данном проекте, откровенной истории о телевидении и о том, что скрыто от глаз зрителя, было объявлено в апреле 2018 года Съемки сериала стартовали в ноябре того же года Сергей Бурунов рассказал подробности о сериале То, что сегодня, бывает творится на телеэкранах, периодически сильно меня как зрителя расстраивает Словно две непересекающиеся вселенные Новые отличные сериалы, даже можно сказать многосерийные фильмы, которые выходят в интернете И тележвачки некоторых каналов Мы с режиссером Куликовым взяли на себя задачу сделать и показать сериал об идеальном сериале Такая вот иголка смерти для пошлости на ТВ, вийце юмора Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман Помогает ему выбраться из плена Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело Накануне своей смерти, сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело Сценарий создан по мотивам детектива под названием Каменный мост Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга» Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте Хочу выразить благодарность автору романа После прочтения Каменного моста я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит И хочется ее ухватить Удержать время, которое безвозвратно покидает нас Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну Для себя я ставил задачу поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого Съемки проходили в Москве По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым Так как пришлось перекрывать не только Каменный мост, но и другие знаменитые столичные постройки Производством сериала занимались киностудия Кит и компания White Media Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе Premier А на телевидении проект показан в 2021 году Вторая половина XV века Москва Последние правители Византии-палеологи бежали в Рим После смерти первой жены, князь московский Иван III получает предложение послов из Рима Жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя-палеолог Иван III отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя-палеолог не оправдала надежд Папы Римского по расширению влияния католической церкви на Руси Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем убить ее, заканчиваются провалом В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана III, война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана III Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени Для проекта было сшито более тысячи костюмов Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов, тайны и интриги средневекового великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача Одеть весь великокняжеский двор Москвы 15 века И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей» А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна Жизнь еще никогда не была такой безрадостной Первая серия демонстрирует это сполна В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить Женя добавляет 257-ю «Найти любовь» и отправляется на поиски своего счастья Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям В современном мире одиночество, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям Многие узнают себя и поймут, что все неплохо и не стоит бояться А нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками В этом фильме много веры, много надежды и много любви Продюсер Эдуард Илоян также рассказал некоторые подробности Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону Я уверен, что нам это удалось Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни Вот что он сказал в одном из своих интервью Мне хочется, чтобы у каждого зрителя, по примеру нашей героини, не оставалось времени на нытье и уныние Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам Но жизнь такова В дебютной серии рассказывается история про трех лучших подруг, Шуру, Юлю и Аню Им по 18 лет, все самое важное в жизни происходит у них в первый раз, и они подходят ко всему с юношеским рвением Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в ее семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве Юля никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет А Аня, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру Сериал рассказывает о многом О дружбе, о взрослении, о любви, о влюбленности, о поиске себя, о разнице между мудрыми детьми и потребителями взрослыми О предательстве, о прощении и, наконец, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей и жизненных ситуациях, которые требуют трудных решений Слишком много важных и сложных тем для восьми серий Сериал несет зрителю очень правильную мысль Нельзя растрачивать себя на пустые отношения, а если нашел свою любовь, нужно держаться за нее и за всех сил На примере Шуры становится ясно, как легко спутать любовь с детской влюбленностью Создатель телесериала Алексей Чупов рассказал подробности о проекте Продюсеры придумали название «Кризис нежного возраста», что, в принципе, отражает сюжет Это о волнениях, переживаниях девочек, которые переходят во взрослую жизнь Они только начали жить взрослой жизнью, но еще не стали взрослыми до конца Это про весну жизни Весна со всеми вытекающими последствиями Мы не упрощаем проблемы, которые появляются, когда ты оторвался от родителей и входишь во взрослую жизнь Мы не пытаемся одеть розовые очки на героинь или зрителя, чтобы показать, что все прекрасно Мы показываем, что даже когда у тебя происходят какие-то неприятности, это не повод страдать Мы говорим о том, что на самом деле все равно ты остаешься молодым человеком, у которого все впереди Ты можешь радоваться, смеяться и веселиться Отсутствие розовых очков – это главное отличие в том, как мы смотрим на своих героинь В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий Четверо его коллег – Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский – уверены в невиновности своего бывшего руководителя И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельное расследование произошедшего В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал Во время допроса под давлением майора Дроздова, он наложил на себя руки Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который первый канал показал летом 2014 года Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов, как «Неприкасаемые» и «36» Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции Режиссером сериала стал Карен Аганисян Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита» В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте Мы собрали прекрасную команду Все герои разные Персонаж Владимира Машкова, лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря Герой Дениса Шведова, человек, который разрывается между работой и семьей А Лукерия Ильишенко всех удивит, у нее очень непростая драматическая роль Сериал повествует о знаменитом автогонщике Максиме, который оставляет спортивную карьеру и посвящает свою жизнь жене и дочке Ирина Авдеева работает главным бухгалтером в компании бизнесмена Евгения Полонского, который увлекается спортивными гонками В первом эпизоде Евгений хочет уговорить Максима вернуться в спорт Он предлагает ему очень рискованные пари Авдеев выигрывает гонку, но едва не погибает На дне рождения дочери Авдеева, Полонский сообщает Максиму, что на него давят конкуренты И это может быть опасно как для него, так и для Ирины В качестве спасения ситуации Полонский предлагает Авдееву перевести некий груз, но таким образом, чтобы его не догнали В сериале поднимается проблема взаимоотношений отцов и детей При этом создатели сериала сняли трогательную семейную историю, которая разворачивается на фоне захватывающих криминальных событий Несмотря на острый сюжет, авторы картины все же считают, что чужая дочь – это мелодрама В сериале много личных переживаний героев, поиски отцом утерянной дочери, попытка наладить контакт с ребенком Отчаяние матери, которая узнала, что тайна рождения ребенка может быть раскрыта Главную роль бывшего автогонщика Максима Авдеева сыграл Игорь Петренко, который снимался в таких сериалах, как «Рубеж», «Черная кошка», «Рожденная звездой» Также в сериале снялись актеры Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Михаил Горевой, Надежда Михалкова, Эльвира Болгова, Сергей Насибов, Любовь Толкалина, Валентина Ляпина, Семен Трескунов Работа над проектом велась в трех городах – Ярославле, Данилове и Москве Зрители увидят в кадре Волжскую набережную, а некоторые сцены снимались на знаменитом теплоходе «Москва» Исполнитель главной роли Игорь Петренко рассказал о работе над проектом «Я получал огромное удовольствие от работы с Сергеем Газаровым, как я считаю, выдающимся и фантастическим человеком У него потрясающее чувство юмора И как актеру мне с ним очень интересно, потому что он является одним из лучших актеров современности и как режиссер занимается ювелирной работой с артистами» Дебютная серия проекта повествует о молодой художнице Даше Смирновой, которая приезжает из Саратова в Москву, чтобы изменить свою жизнь Окунуться в мир гламура и легких денег ей помогает школьная подруга Марина Единственный источник дохода которой являются отношения с женатым чиновником, с которым она познакомилась благодаря главной светской свахе Москвы – Алисе Съемки первого сезона проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года Для театрального режиссера Константина Богомолова проект стал дебютом в жанре многосерийного кино Также сам режиссер Константин Богомолов рассказал некоторые подробности о сериале Продюсеры сняли у меня все имеющиеся по отношению к индустрии опасения, связанные с халтурностью, небрежным отношением к съемкам, с желанием заработать деньги любым способом и стремлением потакать массовому вкусу Была собрана очень сильная киношная команда Административная, операторская, актерская и художественная Все это создавало очень комфортные условия для работы Мне интересно сделать коммерчески успешную работу, но я не могу отказаться от своего стиля, от своих вкусов Мне важно делать то, что я бы сам смотрел с удовольствием Одну из главных ролей режиссер Константин Богомолов отдал актрисе Дарье Мороз Супруги Богомолов и Мороз расстались незадолго до начала съемок, но развод не повлиял на их совместные творческие планы Актриса Дарья Мороз накануне премьеры проекта сделала заявление, что главная провокация режиссера в том, что сериал заставит посмотреться в зеркало реальных представителей нынешней светской Москвы Тем более, что Богомолов достаточно хорошо знает московский глэм Актриса Дарья Мороз высказала свое мнение о сериале Мне кажется, у нас получился продукт абсолютно западного уровня Он другой и по картинке, и совершенно другой по актерским работам Это история очень высокого уровня То, что снимает Богомолов, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно В первой серии сериала, спецназовец Александр Кучин после службы в армии вернулся в родной город У него есть мечта, чтобы Россия стала лучшей страной в мире, и люди в ней жили хорошо Следуя ей, он пытается перевоспитать нерадивых земляков любыми способами Александр со школы влюблен в Елену Сосарину, которая мечтает уехать в Москву и стать знаменитой звездой В то же время к Александру неравнодушная Екатерина Тетерина, простая девушка, готовая принять его любым, ведь для нее он – настоящий мужик Здесь зритель видит неклассического героя подобных произведений, который пытается познать непостижимые пути российской государственности Здесь герой просто любит свое отечество, без вопросов к нему, без претензий И делает это не потому, что вокруг него все чудесно Наоборот, его идеал вечно сталкивается с бытовыми ситуациями, в которых оказывается почти нежизнеспособен, но герой остается непоколебим, несмотря ни на что Герои по-доброму простые, здесь вы не найдете сильной личностной борьбы и глубокой рефлексии В нем есть интересный конфликт человека, борющегося за общество, и его будущее против желания этого самого общества В день премьеры сериал стал лидером вечернего слота в России по доле просмотров с аудиторией почти 2 миллиона зрителей Ситком был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов 2019 года Однако сериал так и не вышел, премьера была перенесена на начало весны 2020 года Продюсер Антон Зайцев рассказал детали о сериале Патриотизм и юмор уживаются прекрасно Столько хороших комедий было сделано в советское время, где показаны люди, как с высокими идеалами, так и со слабостями Патриотическая комедия, беспокойное хозяйство, интервенция, гусарская баллада При этом наш сериал – это комедия не о патриотизме Это комедия, где одного из героев называют патриотом за его яркую позицию Но на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок Наш главный герой – ребенок богатых родителей И в обществе таких называют мажорами Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции То самое, в котором служат ночные полицейские Его там не ждут и даже презирают Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, санебогатого и влиятельного отца Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление А второе преступление повергает его в шок Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны Луны» Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной Создание сериала 12-серийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала» Продюсер проекта Александр Цекало рассказал о сериале и его главном герое Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу 12-й серии становится мужчиной Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку Он ведет себя очень достойно В сценарии мы не имели никакой город конкретно Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта Рассказывает продюсер Александр Цекало Главная героиня ослы – врач, спасающая людей А Ферхат, наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека, даже глазом не моргнув Их пути пересекаются, когда ослы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства и теперь сама должна умереть Но у Ферхата не поднимается рука убить ее, поэтому он предоставляет ослы шанс В первой серии Ферхат узнает, что у человека, которого он любит как родного отца, украли ноутбук Если информацию, которая находится на ноутбуке распространят, то это положит конец его политической карьере Он проиграет выборы на пост мэра, к которым готовился на протяжении многих лет Ослы вынуждают оперировать раненого человека Она думает, что спасет человека и сможет спокойно уйти из поместья Однако планы пойдут совсем не так, как она ожидала С того дня жизни Ферхата и ослы пойдут в совершенно другом направлении Интересные факты Берджи Акала, исполнившая главную роль, в 2004 году заняла третье место на конкурсе красоты «Мисс Турция» Персонаж Ибрагима на протяжении всего сериала носит одежду только черного цвета В одной сцене главная героиня смотрит телевизор, где идет голливудский фильм «Мой парень – псих», в котором снялись Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер Премьера сериала состоялась 16 октября 2017 года В 2019 году вышла украинская адаптация под названием «На твоей стороне» Режиссером сериала выступил Ясен Услу, известный по таким проектам, как «Наша история», «Любовь на крыльях птицы» Сценарий написали Эйлем Джан Палат Его работы «Империя лжи», «Изумрудный феникс», «Дочь посла» А также написанием сценария занималась и Сема Эргени Кон Главную роль сыграла турецкая актриса Бирджа Калай, получившая известность благодаря проектам «Вавилон», «Иногда жизнь прекрасна», «Сумасшедший лесник» Также за работу в проекте была удостоена нескольких национальных наград в номинации «Лучшая актриса» Нихан – дочь солидного бизнесмена, который оказался на грани банкротства Кемаль – сын простого парикмахера Может ли быть будущее у этой любви? Тем более, что ради своего эгоистичного сына Эмира, безумно влюбленного в Нихан, его отец Галли Пбей способен совершить преступление Путем шантажа своего компаньона отца Нихан, он добивается согласия на свадьбу Нихан и Эмира Нихан и Кемаль принадлежат к совершенно разным мирам Но, несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство Как сохранить любовь и веру в себя и друг в друга, невзирая на преграды, трудности и сложившиеся обстоятельства? Это история о парне и девушке, не имеющих ничего общего Ведь они происходят из разных слоев общества, имеют непохожий круг общения Однако это не мешает возникнуть любви в сердцах главных героев Их первая встреча в первой серии была случайной, но изменила жизни обоих Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои, слишком далеки друг от друга Против союза влюбленных выступают их родители и друзья Однако никакие препятствия не способны разрушить искренние чувства главных героев В ее жизни есть таинственный мужчина, который обладает властью над Нихан Он упивается собственным могуществом и не намерен его лишаться Обманом и подлостью он разлучает главных героев Ее сердце продолжает стремиться к Кемалю Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, главные герои продолжают искренно любить друг друга Им суждено пронести это чувство через многие годы и многочисленные испытания Интересные факты Премьера первого сезона состоялась 14 октября 2015 года В России мыльная опера впервые была показана в августе 2018 года на канале «Русский бестселлер» С 16 ноября 2020 года проект был показан на телеканале «Романтичное» Именно там он транслировался в новой озвучке, где приняли участие известные актеры дубляжа На первоначальном этапе производства режиссерское кресло занимал Валкан Коджатюрк Позже его заменила Хил Альсарл, которая ранее сняла проекты «Без вины виноватая», «Соколиный холм» и «Не могу сказать прощай» Съемки проходили в столице Турции, Стамбуле Сцена с аварией на шахте была снята в городе Зангулдак В 2017 году сериал был удостоен премии «Эмми» в номинации «Лучшая зарубежная теленавелла» «Черная любовь» является одним из самых популярных турецких проектов во всем мире А права на его трансляцию приобрели более 60 стран Главную роль в телесериале сыграла Неслихана Тайгуль, которая получила широкую известность благодаря фильму «Чистилище» Действие сериала происходит в 1946 году Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта Он на себе ощутил все ужасы военных действий Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивые прозвища Сатана У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогают ему вычислять преступников и отправлять их за решетку Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды Главой этой банды является человек по кличке Клещ Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно Для этого будет необходим четко разработанный план Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева Именно так стартует этот проект Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события Послевоенная тема очень интересна и глобальна Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий Интересные факты Мини-сериал снимали в Подмосковье, главным образом на территории заброшенных заводов Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твере Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Табол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате» Эта история начиналась очень даже прекрасно Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска Света и ее парень решили выйти на балкон В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле Но врачи дали ей надежду на выздоровление Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег На парня, надеяться, Светлана больше не может Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу Денег у девушки нет вообще, как и работы Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером И снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала Поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России Работа над сериалом началась в 2015 году Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10 Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина Сыграли Евгения Дмитриева и Борис Комарзин соответственно Они вернулись в свою страну после Афганистана, но страна стала совсем другой Они рассчитывают только на себя. Они доверяют только друг другу. В одном из уральских городов Совершено дерзкое ограбление. Похищены 145 миллионов рублей. Грабитель бывший афганец Герман Неволин – водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принес в жертву все, чем дорожил? Дружбу и любовь. В дебютном эпизоде 5 инкассаторов получают в кассе торгового центра большое количество наличных денег. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона по имени Герман Неволин с говорящей кличкой «Немец». А также старшей группы Виктор Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно прячется за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню под названием Ненастье. Премьера первой серии состоялась 12 ноября 2018 года. В 2020 году сериал стал обладателем премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал свыше 10 серий». Драматический сериал снят по роману Ненастье Алексея Иванова, автора проекта «Географ Глобус Пропел». В основе сюжета лежит реальное событие, произошедшее в Перми в 2009 году. В этой социальной и психологической драме есть элементы брутального боевика и детектива, о судьбе человека, прошедшего войну в Афганистане. Писатель Алексей Иванов рассказал о сериале. Ненастье – не просто дачный поселок, а целый мир, который 10 лет наматывался на колеса старого автобуса с афганским прозвищем Барбу Хайка. Взгляд Сергея Урсулика, режиссера фильма, чутко уловил вечную русскую хтонь, экзистенциальную бездну национального существования. Но есть свет и воздух. Есть вера, надежда и любовь. Осенью 2015 года стало известно, что канал «Россия-1» выкупил права на экранизацию романа. Роман, по которому знаменитый режиссер взялся снять сериал, стал одним из самых ярких явлений российской прозы. В 2016 году этот роман стал лауреатом премии «Большая книга». Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники, богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – счастлив ли я и что делать. Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал. Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история. В первом эпизоде, Майкл, Кузя и Антон переезжают в новую студенческую общагу. Их селят в блок к девушкам, Кристине, Яне и Маше. Кузя сразу же положил глаз на Машу. Майкл пытается вспомнить, где он познакомился с Яной. А Антон сделал непристойное предложение Кристине, за что и поплатился. В этом ситкоме зрители увидят как некоторых уже знакомых персонажей, так и новичков. Старое общежитие, в котором жили уже полюбившиеся герои сериала «Универ», идет под снос. Пятикурсники Антон и Кузя, оставшиеся на второй год, переезжают в новый блок. В качестве аспиранта возвращается в университет Майкл. Соседками ребят в новом блоке оказываются новенькие девушки Кристина, Маша и Яна. Кузя – студент филологического факультета. Он спортсмен, а также выступает с песнями собственного сочинения. Простой, недалекий парень, добрый и бесхитростный. С первых серий проекта влюблен в новенькую девушку Машу, но пассия не отвечает Кузе взаимностью. Другой герой, Майкл учился на историческом факультете, пошел в аспирантуру, чтобы избежать призыва в армию. Он бабник и на данный момент одинок. Обладает хорошим чувством юмора и всегда окружен множеством поклонниц. Антон Мартынов – сын олигарха Льва Мартынова. Высокомерен, хитер, меняет девушек как перчатки, а к своим соседям по общаге относятся потребительски. Актер Станислав Ярушин рассказал в интервью о своем герое в сериале. Отец оставил его на второй год, так как не поверил, что сын написал диплом сам. Антон привык к ребятам. Он по-мужски, с пониманием дружбы стал относиться к Майклу. Он знает, что с ним можно поделиться какими-то секретами, интимными тайнами. Мало того, он потихоньку начинает любить даже Кузю, которого считает удивительным тупорезом, понимая, что того не исправишь. А впереди у Антона все будет хорошо, и любовь тоже. Режиссером проекта стал Константин Смирнов. Над сценарием работали Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков. Саундтрек к сериалу записала российская рок-группа «Градусы». В середине 1990-х криминальный авторитет Витя Мясник внушал страх коммерсантам и конкурентам по опасному бизнесу. Но сейчас Виктор завязал с криминалом и держит экоферму, где ухаживает за любимым быком по кличке Братан. Неожиданно к нему обращается авторитет Артур, один из бывших сообщников Виктора. Обращается он с просьбой передержать на банковском счете Вити воровской общак. Виктор соглашается, но в день возврата, после падения на голову подковы висевшей на воротах фермы, он забывает пароль отсчета. Комедия повествует об удивительном путешествии бандита, которое он совершает во времени. О жизни провинциальных российских городов в наши дни, а также о настоящей любви, преданности и верной дружбе. Сам сериал изначально готовился к выходу под названием «Полярный 17». Однако накануне премьеры его анонсировали под другим названием, которое и известно всем зрителям. «Полярный». Главные роли сыграли Михаил Пореченков, Екатерина Шпица и Иван Охлобыстин. А место съемок сериала – город Кировск Мурманской области. Исполнитель главной роли Михаил Пореченков высказал свое мнение о сериале. Все, кто работал над этим проектом, очень старались и на самом деле вложили в проект душу. Производство сериала заняло целых пять лет. Мы писали и переписывали сценарий, переснимали какие-то сцены, снова и снова отправлялись в длительные киноэкспедиции в Мурманскую область. Поэтому уверенность все-таки была и поддерживалась в нас серьезной работой. Пусть не на сто процентов, но на 90% мы точно верили, что сериал понравится зрителю. Съемки сериала были полностью завершены к осени 2018 года. Первая серия была представлена 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь». По словам создателей многосерийного фильма, сериал завоевал большую популярность среди самой широкой аудитории, его смотрели как молодые телезрители, так и те, кто не просто слышал о 90-х, но и жил в них. Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить как в раю в окружении любимых дам, которые через 9 месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Дьяченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно если человек психологически незрелый». И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой, простить мужа или нет. Третий, сохранить ли ребенка от случайной связи. Сериал является российской адаптацией популярной британской и американской теленовеллы «Бестыжие» 2011 года. В центре сюжета многодетная семья, в которой отец-алкоголик пытается в одиночку воспитывать шестерых детей. Он алкоголик со стажем, живущий в свое удовольствие. К сожалению, вопрос о благополучии детей не входит в круг его первостепенных задач. Брошенным на произвол судьбы детям приходится самим учиться выживать. С самого детства они привыкли надеяться только на себя. Ни отец, ни мать ребят не обладали необходимыми для родителей качествами. Они только и делали, что пили и развлекались. Когда мать бросила семью, а отец ушел в продолжительный запой, дети вздохнули с облегчением. Непутевые родители только усложняли их и без того непростую жизнь. Теперь дети живут под присмотром своей старшей сестры, которая делает все возможное. Режиссер сериала Антон Маслов прокомментировал подробности сюжета. «Мы стремились к документальной правдоподобности, но старались сделать так, чтобы эта история не была черной. Наш проект про оптимистов и для оптимистов. Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами. Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию. Подобного у нас еще не было. Получилась история про необычную русскую семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях. Пока они вместе, они сила». Съемки сериала происходили в подмосковном городе Щелково, а по сюжету все события разворачиваются в вымышленном городке Мамонова. Актер Алексей Шевченков рассказал детали проекта. Это тот редкий случай, когда адаптация получилась не хуже оригинала. Я специально не смотрел британскую версию до начала съемок, а посмотрел уже после окончания работы. На мой взгляд, наша версия получилась более захватывающей. В первом эпизоде старшая дочь главы семейства Катя, в условиях полной нищеты, пытается заменить и отца, и мать. Она пытается хоть как-то заработать и вырастить младших братьев. Отдыхая в клубе со своей подругой Оксаной, которая снимает со своим парнем комнату у Груздевых, Катя знакомится с симпатичным парнем Дэном, зарабатывающим на жизнь весьма оригинальным способом. В московской трехкомнатной квартире живет молодая семья. Костя, его жена Вера и их дети, пятилетняя дочка и два двухгодовалых сына-близнеца. И все было бы в их жизни прекрасно, если бы не родители Кости, которые живут рядом с ними на одной лестничной площадке. Сколько раз Вера не пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников перестать быть такими назойливыми, но все безрезультатно. Разрешить эту проблему Костя не в силах. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизнены и очень типичны для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы. Первая серия проекта начинается с того, что в семье Ворониных-старших к ссоре может привести все, что угодно. Как итог, мама Кости пришла жить к сыну, а его жена Вера ушла в квартиру родителей. Георгий Дронов высказал мнение о своем персонаже. «Мой герой Костя – абсолютно среднестатистический парень. У него есть цель, работа, семья, но и непреодолимые жизненные препятствия в виде его родственников, которые создают огромное количество проблем. Все конфликты решаются через него. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Пытается сделать лучше для всех, начинает забываться, путаться, и в результате получается глупость. Но несмотря на это, он постоянно окружен любовью своей семьи, и это важно». Станислав Дужников также рассказал о своем персонаже. «Мой герой Леня прямолинейный, всегда недовольный, уставший, стеснительный, хотя ему уже около сорока. Он разведен и пытается наладить личную жизнь. Но это получается у него со скрипом. Он даже поцеловаться со своей подругой нормально не может». По сути, он человек, который до сих пор не освободился от каких-то детских ужимок и комплексов, и ведет себя как мальчишка 12-13 лет. А Екатерина Волкова о своей героине сказала следующее. «Вера – очень мудрая женщина. С одной стороны, она мягкая с детьми и мужем Костиком, который иногда ведет себя как ребенок. А с другой стороны, она умеет быть жесткой, потому что она – единственная, кто может расставить все точки над «и». С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно – дружба. Ради нее они готовы пожертвовать всем и, если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цекало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссер Егор Баранов. «Мы могли бы взять опытного режиссера, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссер, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям». Режиссер Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. «Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино, к июльскому дождю, я шагаю по Москве, 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музикл как «Стиляги» и не камерное лирическое произведение как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм». Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов.